Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канал Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Маркетс с торговыми идеями, в котором каждый день мы постим и размещаем аналитический контент с прицелом на технический анализ, конкретные торговые рекомендации и также есть большое количество фундаментальных постов, в том числе по фондовому рынку. Поскольку сегодня понедельник в 16.00 по московскому времени состоится традиционный вебинар, правильный понедельник, в ходе которого мы обсудим ту тему, которая наберет больше всего голосов в формате голосования в нашем телеграмм канале. То есть традиционно перед тем, как провести эфир, мы вам предложим несколько тем на выбор. Та, которая вас больше заинтересует, станет центральным в ходе моего выступления. Поэтому обязательно те, кто еще не подписался, подписывайтесь на телеграмм канал, участвуйте в сегодняшнем голосовании и всех с большим удовольствием жду на вебинаре в 16.00 по московскому времени. Сегодня предлагаю вкратце, потому что очень многое хочется рассказать непосредственно о самом вебинаре. Да и в целом нам точно не придется скучать, друзья, на этой неделе, потому что следует пристегнуть ремни, ведь эта неделя точно станет рекордной по волатильности, потому что очень много фундаментальных событий, фактически с разницей в несколько дней. Прежде всего мы будем следить за долларом, потому что на этой неделе долгожданное ноябрьское заседание американского регулятора, в ходе которого, конечно же, американский регулятор повысит процентную ставку. Также на этой неделе куча отчетов непосредственно по американской экономике, и самые главные из них, если говорить о состоянии секторов американской экономики, это отчеты АСМ в сфере услуг и производственного сектора, которые могут дать еще более детальную картину того, в каком сейчас состоянии находится американская экономика. От этого мы с вами сможем в дальнейшем отталкиваться, чтобы оценить уже перспективы темпов дальнейшего повышения процентной ставки американским регуляторам. Также, друзья, первая пятница нового месяца это традиционный блок данных по рынку труда, Non-Farm Perils, которые тоже под закрытие недели привнесут на рынок еще больше волатильности, если, конечно же, рынок успокоится после заседания американского регулятора. Помимо этого, куча отчетов по еврозоне, заседание Банка Англии, на которое мы обратим внимание тоже, потому что фунт мы некоторое время назад перестали трогать, как актив с высокой, крайне высокой волатильностью, хотя фундаментальный фунт по британской экономике сейчас один из самых интересных. Ну, в общем, если будет необходимость, мы вернемся к фунту, опять же, будут конкретные торговые рекомендации, посмотрим, что делать непосредственно с ним. Индекс доллара, друзья, сейчас 110.66. На прошлой неделе удержалась Банка 110 пунктов, и мы пришли к выводу, я думаю, что оправданному, что этот уровень является такой психологической плитой сейчас, тем самым рубежом, ниже которого продавцы могут, конечно же, прорваться, но только при определенном развитии и сходе именно фундаментального фона. Что это могут быть за триггеры, в результате которых инициатива все-таки могла бы прийти к продавцам? Это сигнал от американского регулятора, которые будут связаны с замедлением темпа повышения процентной ставки или вовсе отказа от дальнейшего ужесточения политики, как те условия, которые лишь ухудшают экономическую обстановку в стране. Но тут же нужно сделать очень важное отступление, комментируя эту точку зрения и оценивая вероятность такого сценария. Я считаю, друзья, что это почти невозможно в текущих условиях, потому что американский регулятор не может сейчас отказаться от идеи проведения более агрессивной монетарной политики, потому что на этой идее вообще выстроена сейчас вся монетарная политика американского регулятора и весь денежно-кредитный курс Джерома Пауэлла. И если Джером Пауэлл на заседании либо в ноябре, либо в декабре позволит себе сделать комментарий об уместности замедления темпа повышения процентной ставки, это фактически будет означать, что ситуация снова вышла из-под контроля. ФРС, в принципе, не знает, что делать, потому что ранее мы неоднократно слышали от Федрезерва, что до тех пор, пока базовая инфляция не начнет снижаться, американский регулятор не сможет позволить себе свернуть с пути более высоких процентных ставок. Я думаю, что ФРС уже прилично налажал, когда не признавал то, что инфляция – это высокая инфляция всерьез и надолго. Сейчас, под конец года, снова говорить об ошибках, о неправильном курсе, который привел к резкому росту ипотечной ставки. И теперь приходится американскому регулятору признавать, что ростом процентной ставки базовую инфляцию вылечить невозможно. Но такого сценария я даже и представить себе не могу. Наверное, как и Джером Пауэлл. Потому что, если он все-таки реализуется, очень много вопросов вообще будет к компетенции американского регулятора и его способности контролировать цены. Поэтому сейчас на путь наименьшего сопротивления для американского регулятора – это все-таки повышать ставки в расчете на то, что они смогут замедлить индекс потребительских цен, сбить инфляцию с 40-летних максимумов, на которых она находится. Поэтому ноябрь и декабрь – это еще как минимум два месяца, на мой взгляд, устойчивого роста индекса американской валюты. Я рассчитываю на то, что индекс доллара выйдет к новым максимумам. И поскольку сейчас рынок закладывается под повышение ставки в эту среду на 75 базисных пунктов, также ожидает, что ставку повысится на 75 базисных пунктов в конце этого года. Соответственно, еще повышение ставки на 1,5% плюс к тем уровням, которые есть уже сейчас – это выведет ставку американского регулятора на значение пиковых уровней среди всех развитых стран, и доллар по-прежнему будет пользоваться поддержкой. ФРСу есть на что опираться, это сильные данные по ОВП. Опять же, для тех, кто считал, что американская экономика такая осталась в рецессии, как вы помните, после трех кварталов, фактически по итогам третьего квартала, американская экономика показала темп экономического роста со знаком «плюс» и избежала более продолжительной технической рецессии. Очень много отчетов было под конец недели. Это личные доходы, которые не разочаровали, выросли на 0,4%, расходы выросли на 0,6%, тоже превзойдя прогнозы Мичиганский индекс, который подрос. Это все классный фундамент, на который будет опираться жесткая риторика на фидеризиру в эту среду. То есть, точность будет делать отсылку на высокие значения потребительской активности и на хорошие показатели экономического роста. Поэтому предлагаю сейчас пока что плыть по течению, друзья. Ветер в дальнейшем укреплении курса американского доллара и наша ставка на рост индекса американской валюты выше 111-112 пунктов. По остальным активам европейской валюты против доллара, соответственно, евро ниже паритета, я жду снижения европейской валюты поближе к уровню 0,95. Доседание Европейского центрального банка евро не помогло, потому что больше разочаровало. Кассин Лагард повысила ставку на 75 байсных пунктов, но предпочла не комментировать перспективы дальнейшего повышения ставки и не уточнять, насколько, например, ставка может вырасти в декабре. Это не то, на что рассчитывали покупатели европейской валюты. Ну и я сторонник того, что ЕЦБ очень много времени уже потерял, а сейчас повышение ставки, напротив, не приведет к успешной борьбе с инфляцией, а может создать лишь дополнительное давление на экономику. Поэтому в бычьи перспективы евро я по-прежнему не верю. Рынок нефти. Длинная позиция у нас сохраняется, друзья. В ноябре дефицит предложения должен стать более очевидным для большего количества трейдеров, потому что в ноябре вступает в силу решение ОПЕК по снижению объема нефтедобычи на 2 миллиона баррелей в сутки. В ноябре также будут практически полностью уже введены в действие санкции, начиная с 4 по 6 пакетов против российской экономики поставки российских углеводородов. Это еще больше сократит предложение. Поэтому дефицит это главное слово, которое будет и должно характеризовать вообще сделку по рынку нефти. И доллар-иену по-прежнему держим в шортах, потому что интервентный механизм поддержки для курса никто не отменял. И я считаю, что мое мнение, действительно выше 150 иен за доллар пару уже не пустят. И золото пока что длинные позиции. Но лично я лонг удерживаю, потому что мой план был держать лонг вплоть до заседания американского регулятора, то есть до среды. Есть еще три торговые сессии в расчете на то, что золото сможет отрасти и все-таки оказаться выше 1670 долларов за тройскую унцию. На этом, собственно, все, друзья. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!